Привет. Sony Xperia 5 Mark II. После двухнедельного использования я с ним успел пройти две стадии. Первая стадия, когда он мне прям всем зашел и понравился, и вторая стадия, когда походил с ним и понял, что далеко не все моменты тут сделаны удачно. Хотя по сравнению с Xperia 1 Mark II тут есть прям весомое преимущество. Как минимум экран с разверткой 120 Гц. Ну и есть еще парочку. Так что встречаем опыт эксплуатации Sony Xperia 5 Mark II на протяжении двух недель. Стадия первая. Пока все нравится. Японцы провели такую своеобразную работу над ошибками. В Sony Xperia 1 Mark II был 4К экран с разверткой 60 Гц. И мне не подходит ни один из этих параметров. 4К излишно хотя бы тем, что сильно жрет заряд батареи, и разницы на таком маленьком экране по сравнению с Full HD заметить трудно. А 60 Гц на флагмане это ни в какие ворота. И это непростительно ни айфону, ни Sony. Поэтому в Xperia 5 Mark II мы видим другую картину. OLED-экран 6,1 дюйма, Full HD плюс разрешение и частота обновления экрана 120 Гц. Теперь претензий не осталось. Интерфейс плавный и им реально приятно пользоваться. И благодаря соотношению экрана 21 на 9 телефон получается очень узкий и высокий. Этакая сосиска, но в руке прям лежит круто. Давайте проведем такой некий соцопрос. Напиши в комментарии, что бы выбрали себе. Телефон узкий и высокий, как Xperia, или толстый и низкий, как, к примеру, Xiaomi Mi 10T. Для меня вот с точки зрения удобства хвата Xperia, конечно, лидирует. А за предоставленный телефон говорю спасибо моим друзьям из Цифруса. У них можно купить и Xperia 5 Mark II, и не только, во-первых, дешевле, чем везде, а во-вторых, по промокоду TRUVUE получить подарок к любому заказу. Ссылка в описании. Но возвращаясь к телефону. Удобства хватает, конечно, хорошо, а вот минимализм в комплектации телефона и тут остался. В комплекте никакого чехла нет. Что в совокупности и со стеклом спереди и сзади, и глянцевой алюминиевой рамкой делает его просто супер скользким. Так что какой-нибудь чехол я бы на него прикупил. В общем, складывается ощущение реально компактного телефона. Он не такой, конечно, маленький, как iPhone 12 mini, но берем в руки какой-нибудь среднестатистический Xiaomi и видим, что да, Xperia 5 Mark II реально меньше. Раз уж мы говорим пока про плюсы, тут есть влагозащита IP68 и отдельный респект за 3,5-мм разъем для наушников. Хоть беспроводные наушники плотно уже вошли в нашу жизнь, все равно иногда нет-нет, но возникнет потребность подключить обычные проводные. Стерео тут громко, и по звучанию оно выше среднего, короче, к нему претензий нет. Как можно заметить, у экрана огромные рамки сверху и снизу. С одной стороны, это выглядит не очень современно. С другой, спустя день их вообще уже не замечаешь, у тебя по-прежнему нет вырезов в экране, так еще и динамики спрятаны и, получается, направлены ровно на тебя. То есть, если в игры играть или смотреть какой-нибудь фильм или сериал, их вообще не перекрываешь никак. Правда, даже если не носить телефон в кармане, в эти отверстия динамиков со временем забивается всякая пыль и выглядит это уже некрасиво. В теорию тут можно было сделать какие-нибудь сеточки, но их почему-то нет. Экран в Xperia 5 второго поколения мне понравился и по цветопередаче, и по контрасту, а еще он тут нормальный экран без всяких скруглений. Многие спросят, а что тут с мерцанием? Ну, оно тут есть. Более того, в настройках даже DC-димминга нет, который мог бы снизить пульсацию, но даже без этой опции шим тут небольшой. Я проверил и на 60 Гц, и на 120 Гц, в обоих случаях результат не превышал 40%. Цифры при 120 и 60 Гц на разной яркости на экране. Да, это, конечно, выше нормы, но не так плохо, как на каком-нибудь Самсунге. И в целом за все это время глаза от экрана у меня особо не болели. Что касается 120 Гц, тут надо заметить, что такая герцовка поддерживается только в интерфейсе и в нескольких системных приложениях. То есть в играх 120 фпс нет, кроме одной игрушки. И это Call of Duty. По счастливой случайности именно в нее я периодически играю. Правда, такая частота доступна только на средних настройках и только в сетевой игре. Ну, как бы для галочки, конечно, спасибо, но какая-то полумера. Ну, хотя бы хоть какое-то движение пошло. И ни в одной другой игре 120 фпс в принципе здесь не поддерживается, так что геймеры имейте это в виду. Хотя сам процессор в принципе спокойно позволяет их вытянуть. Snapdragon 865 это сейчас бескомпромиссное решение, которое до сих пор не теряет свои актуальности. Так что игры идут тут и правда неплохо. Именно по части производительности за это время у меня не было ни одной претензии. Стабильно 60 кадров в секунду почти во всех играх, кроме Genshin Impact. Там бывают просадки до 40 до 45 фпс. Но вот честно говоря, тут мне кажется страдает именно оптимизация самой игры. А что мне не нравилось еще со времен Xperia 1 Mark II, это двойное наложение анимации. Когда вызываешь список запущенных приложений, и у тебя одновременно вылезает еще и список всех программ, и это так и не убрали. Но, к моему удивлению, Sony крайне неплохо поработала и с охлаждением. Даже после часа, полутора часов игры, корпус не нагревался выше 42-43 градусов. И это прям внезапно. Как я не насиловал телефон, выше температура не поднималась. Такая штука, как автономность в Sony Xperia 1 Mark II меня не очень радовала. 4К экран все-таки штука, которая серьезно пожирает заряд, но... В единичке, как мы помним, экран был 6,5 дюйма и аккумулятор на 4000 мАч. В пятерке экран уменьшился до 6,1 дюйма, а аккумулятор оставили такой же, тоже на 4000. И получаем, что телефон стабильно доживает до вечера, показывая примерно 5-6 часов экрана. И это при достаточно серьезной нагрузке, игре, YouTube-камере. И если вспомнить автономность последних айфонов, когда они там показывали 3, 4, 5, там просто ну край, то такая автономность меня в принципе устраивает. Стадия вторая. Недостатки. В целом, использование почти любого телефона можно сравнить с отношениями с противоположным полом. Сначала у вас конфетно-букетный период, все нравится, а потом одним утром просыпаешься и все начинает бесить. Вот примерно так, одним утром я проснулся и меня начала бесить вибрация. Она тут реально отстой. Какая-то дребезжащая дуделка. Более того, в настройках можно включить такую опцию, чтобы во время воспроизведения YouTube или музыки и телефон как бы вибрировал в такт этой мелодии, как может догадаться, ее лучше не включать. Реализованно просто отстой. Еще одна штука, которая вроде не такая критичная, но сказать о ней все же надо. Опять же, или при просмотре YouTube, да или просто при разговоре по телефону задняя такая красивая стеклянная крышка начинает дребезжать посередине. И, как можно понять, когда отдаешь столько денег, это явно не то, что хочется ощущать, хотя, опять же, вроде это мелочь. Но, как-никак, телефон стоит вполне по-флагмански. Как видно на e-каталоге, в среднем от 66 тысяч рублей. Причем, что интересно, Xperia 1 Mark II стоит сейчас таких же денег, но это все виновата время. Единичка на рынке уже давно, а пятерка вышла относительно недавно. Но при прочих равных, все равно 5 Mark II смотрится более выигрышно, это факт. Ну, как по мне. Идем дальше. При такой стоимости тут нет беспроводной зарядки. Ну, как бы нет и нет. Но, если бы вот мне когда-нибудь кто-нибудь пожаловался, что у него в телефоне тусклый фонарик, я бы сказал, чего ты что, смеешься? Но я просто офигел, такого фонарика я не видел нигде. В левой руке у меня Xperia, в правой Xiaomi Mi 10T, и, как видно, Xperia тусклее раза в 4. То есть настолько, что ночью идешь по квартире, и он вообще не помогает, да и как-то настроить его мощность тоже никак нельзя. Идем дальше. Скорее всего, если зайдете на любой форум, наткнетесь на кучу сообщений, и я полностью это подтверждаю. Телефон реально плохо держит связь. То есть в том месте, где другой телефон показывает 4G с почти полным приемом сигнала, Xperia тоже показывает 4G, но с одной полоской. И, к примеру, видео на YouTube уже не загружает. Еще такая штука, которая является настоящей ахиллесовой пятой почти всех Xiaomi, датчик приближения во время разговора работает просто отвратительно. За эти две недели я примерно раз 50 поставил щекой вызов на удержание, раз 10 отключил микрофон, и один раз просто нажал отбой щекой. И это все на последней доступной прошивке. И последнее перед тем, как мы перейдем к камерам. С одной стороны, такой телефон, как этот Sony, удобно держать в руке, это факт. С другой, даже с учетом того, что у меня абсолютный порядок со зрением, из-за небольшой ширины экрана все получается как-то мелковато. Причем мелковато настолько, что я никогда так не делаю, но шерифт в настройках сделал крупнее. Поэтому, если зрение слабое, лучше в сторону этого телефона не смотреть. Ну и подошли к самому интересному, камеры. Сам набор камер по сравнению с Sony Xperia 1 Mark II не отличается. Три 12-мегапиксельных модуля. Основной тут Sony IMX 557, последняя разработка компании, еще один телевик с трехкратным приближением и ширик с углом обзора 124 градуса. То есть на уровне железа тут полный порядок. Но проблема Sony всегда была в другом, а именно в алгоритмах их тут по сути нет. Сравним пару снимков, ну например, с iPhone 12 mini. Можно заметить, что на Sony более мыльная картинка. Она вообще не подключает алгоритмы для усиления резкости, то есть получается как бы более правильно, но и более мыльно. Или посмотрим фото в сравнении с Xiaomi Mi 10T. Там стоит вообще бюджетный модуль основной камеры, но, например, фото со схемой парка на бюджетном Xiaomi получилось даже более четким. А почему? Потому что более эффективно работают алгоритмы. Я вообще заметил, что вот просто достать Sony и быстро сделать снимок, это не про нее. В обзоре Xperia 1 Mark II меня все камнями закидали. Якобы фотографировать нужно фирменным приложением Photo Pro. Якобы фотографии там получается лучше. Ну, давайте проведем такой определенный мини-эксперимент. Сейчас покажу пару фотографий. Поставьте на паузу и угадайте, где снято в обычном приложении камера, а где в Photo Pro. Три, два, раз. Итак, все снимки слева сделаны в Photo Pro, а снимки справа в стандартном приложении. А теперь пересмотрите еще раз и найдите 10 отличий. А их по сути нет, они скорее как-то на уровне погрешности. С другой стороны, конечно, можно все ручками покрутить и получить снимок лучше, но, конечно же, этот вариант все-таки не для большинства. Окей, что касается фото, мы выяснили. Теперь переходим к видео. Sony Xperia 5 Mark II и Xiaomi Mi 10T. Телефоны абсолютно разных ценовых категорий. По крайней мере, на экране телефона на Sony, во-первых, у меня есть стабилизация, вроде как нравится, и даже изображение кажется более каким-то четким, и небо более красивым. В тот раз я помню Xperia 1 Mark II, мне не очень впечатлило, но сейчас прям хорошо. Хотя сравниваем мы, конечно, немного не с тем телефоном. С одной стороны, если снимать приложение Cinema Pro, во-первых, можно это делать в кинемофотографичном режиме 21 на 9, получается интересно. Во-вторых, по сравнению с Sony Xperia 1 Mark II, тут добавили стабилизацию изображения, и так реально намного лучше. В-третьих, битрейт. Если снимать через Cinema Pro, битрейт получается порядка 90 мегабит в секунду, а если через обычное приложение, уже в районе 40. И тут, как мы знаем, все просто. Чем больше мегабит, тем больше информации. И в целом, видео возможности мне зашли все же больше. Еще из фишек добавили возможность съемки в 4К и 120 кадров в секунду. Опять же, при свете можно получить реально хорошие кадры, но стоит немного солнцу уйти, и получается слишком много шумов. Вот посмотрите и напишите в комментарии, как вам такой уровень съемки. Правда, телефон, видимо, не особо успевает справляться с таким потоком информации, и во время съемки на экране телефона все тупит и дергается. И вот если сравнить с Sony Xperia 1 Mark II, пятерка, ну вот по мне, определенно лучше. За счет экрана 120 Гц, она реально воспринимается как полноценный флагман, тут неплохая автономность, все в порядке с мощностью, но вот остальные моменты меня смущают. Причем нет такого, что прям дерьмовый телефон. Не, он нормальный. Но вот в совокупности с плохим Vibro, суперслабым фонариком, и по мне слабовато допильной камерой, для себя я сделал вывод, что я вполне неплохо провел эти две недели, но вот на этом нужно поставить точку. Sony абсолютно точно сделала работу над ошибками, телефон стал лучше, но не настолько лучше, чтобы я дальше продолжил с ним ходить, как с основным телефоном. Своё мнение, как обычно, пиши в комментарии. Японцы в этот раз сделали вещь или что-то тут не так. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok